Это первый полет новичка, у которого нет джойстика. Да, вот так вот происходит, когда из-за невнимательности нажимаешь на вот этот всеми любимый крестик, который активирует управление и вы просто улетаете только в землю. Ладно, я приветствую всех снова на канале. Это видео будет полезно многим новичкам, потому что сегодня я вам покажу как можно спокойно и правильно летать на мышке и клавиатуре в симуляторе X-Plane 11 или уже в X-Plane 12. И мы даже потренируем взлеты и посадки, как в хорошую погоду, так и в плохую. Но прежде чем перейдем к теме ролика, уделите мне минуточку своего времени, если не хотите упустить свой шанс. Я хочу вам рассказать и порекомендовать один новый канал Aviation Live. На нем регулярно проходят интересные стримы, часто выходят видео и будут полезные туториалы, по которым вы сможете научиться запускать и летать на том или ином самолете. Еще автор канала с радостью поможет вам и ответит на ваши вопросы в комментариях или в дискорде. А уже в это воскресенье у него пройдет стрим на канале, так что я советую вам заглянуть к нему. Но самое интересное, что на 200 подписчиков будет розыгрыш джойстика Logitech Extreme 3D Pro, так что не упускайте свою возможность. А канал достаточно молодой и автор точно будет рад, если вы поддержите его, подписавшись на канал прямо сейчас. Для начала я скажу, что купив вообще липу джойстика, вам станет куда проще летать и управлять самолетом в любом симуляторе. Но допустим, что вот пришел человек, который хочет просто себе пробовать в симуляторе и покупать джойстик не хочет. Хорошо, как раз для этого в X-Plane 11 придумали неплохое управление мышкой. Некоторые говорят, что оно ужасно, неудобно, резко. Но сегодня, посмотрев этот ролик, вы поймете насколько просто и иногда даже приятно летать на мышке в X-Plane 11. Сейчас давайте с вами установим специальный скрипт лог, который даст вам возможность убирать тот квадрат с крестиком посередине с нажатием одной лишь клавиши. Можете перейти по ссылке в описании на облако mail.ru. Это дополнение я взял с группы VK Laminar Research. Здесь лежат 4 варианта скрипта, а для их работы нам понадобится FlyWizLaw. Здесь зарегистрируйтесь, вводите свой аккаунт, нажмите Download this file. Далее вам понадобится открыть загрузки и понадобится вам открыть корню папку X-Plane 11, а именно ту папку, куда установлен симулятор. Далее мы открываем скачанный архив, здесь лежит папка FlyWizLaw. В плагина все устанавливается в папку Plugins. Она лежит в корне папки X-Plane 11, Resources, Plugins. Сюда перекидываем FlyWizLaw. Далее переходим в FlyWizLaw, откроем папку Scripts и удаляем вот этот файл. Далее мы переходим на это облако mail.ru и отсюда качаем один из четырех вариантов скрипта. Цвета качать либо первый, либо второй, так как они дадут вам возможность отключать тот квадратик нажатием одной лишь кнопки. Первый предназначен для тех, у кого не установлен плагин XPUIPC, а второй для тех, у кого он стоит. У меня он не стоит, поэтому я качаю именно первый. И этот скрипт Law мы должны с вами перекинуть в плагин FlyWizLaw папку Scripts. Далее вам нужно будет запустить X-Plane 11. Мы сразу сейчас настраивать с вами ничего не будем, нужно просто нажать на полет и загрузиться в любом аэропорту на любом самолете, чтобы этот скрипт подгрузился. Сейчас я загрузился в аэропорту Пулка на 20 милевой полосе и вы можете видеть, что этот квадратик у меня стоит и вы можете также видеть теперь мою мышку. Это будет качество доказательств того, что джойстик выключен. И сейчас из этого настройки вы тоже можете видеть, что устройство не найдет. А теперь с вами давайте перейдем в настройки клавиатуры и назначим клавиши на отключение этого квадратика и еще некоторые другие удобные и полезные клавиши, чтобы вам было удобно летать на клавиатуре и мышке. Ну для начала убедитесь, что у вас стоит английская раскладка клавиатуры. Вот именно английская. Здесь мы открываем вкладку клавиатуры и включаем режим все. Теперь мы должны здесь найти fly-везлу, открыть ее, найти pnv. Этот параметр отвечает за отключение или же включение того квадратика скрестик. Мы его назначаем на любую удобную для нас клавишу. Я назначу букву О. Дальше пройдемся ниже. Здесь найдем двигатели. Открываем, спускаемся ниже. Здесь ищем основное. Здесь нам нужно проверить и назначить немного сбавить тягу и увеличить тягу. Это по умолчанию F1 и F2. Далее для простоты уже мы будем использовать поиск и здесь введем слово trim. Опустимся ниже и найдем здесь продольная балансировка вверх, продольная балансировка вниз. Управляя самолетом нужно его триммировать, чтобы у вас было меньше нагрузки на штурвал. У меня будет триммер вверх W, а триммер опустить вниз и назначено S. Далее введем здесь слово radar и назначим руль направление влево и руль направление вправо. Эти два параметра отвечают за управление рулем направления и они отвечают за управление носовой стойкой. Также здесь еще введем слово break и найдем здесь переключить тормоза максимальное усиление. Это считайте включить или выключить стояночный тормоз. По умолчанию стоит на V. И также нужно назначить держать тормоза обычно. Я назначу на B. После того, как мы это все назначили, мы обязательно переходим вот сюда, нажимаем и сохраняем как новый профиль. Перед каждым своим полетом заходите сюда и проверяйте, что у вас стоит именно вот этот сохраненный профиль. Включаем сейчас квадратик. Вот я покажу, что он работает, видите. Штурвал работает, все нормально. А теперь я хочу его отключить. Мы скачали этот скрипт, мы назначили клавишу удобную нам, так что я нажимаю О и он пропадает. Вот я сейчас нажимаю и видите, он все, он исчез и он не работает. То есть, когда вы летите на эшелоне где-нибудь, чтобы случайно не активировать это управление, вы можете спокойно отключить этот джойт. Теперь, что еще мы с вами назначили? Тормоза. Я нажимаю боку V. Стояночный тормоз снимается. Чуть-чуть добавим тягу. Нажать МФ2. Самолет у нас поехал. Тягу я убираю. Нажать МФ1. И теперь я зажимаю букву B. Видите, самолет у нас тормозит. Он не становится на стояночный, а просто притормаживает, так как пилот нажимает своими ногами на педали, из-за чего включается торможение. Теперь покажу, как управлять носовой стойкой с помощью клавиатуры. Обычно, если вы руль направления вот эти нитки радар не назначили, настройки Ziba, Hardware, у вас обстояло Roll. Что делает Roll? При включенном режиме Roll вы управляете носовой стойкой с помощью этого квадратика, то есть мышкой, либо управляете с помощью джойстика, что может привести к печальным последствиям на взлете. Потому что самолет начнет наклоняться, потому что вы двигаете одновременно еще и штурвалом. Я категорически советую назначить те клавиши на руль направления и поменяйте этот параметр на ЯУ, чтобы управлять носовой стойкой нажатием на кнопки клавиатуры. Теперь каждый раз нажимая либо А, либо Д, у вас будет носовая стойка поворачиваться на нескольких градусов. А теперь мы потренируем взлет. Включим часы. Я не буду использовать тогу, автотротл. Смотрит нас готов, так что. Держим тормоза, я зажимаю Б, вывожу руды на 40%, отпускаю тормоз и вывожу руды на взлетную тягу. И теперь, чтобы не выкатиться и держать осевые полосы, я нажимаю либо А, либо Д, чтобы двигать носовую стойку. И включая это управление. И штурвал чуть-чуть от себя, то есть мышку поднимаем наверх. Плавненько тянем на себя вот таким вот образом. Убираем шасси назад. Видите, я делаю минимальное отклонение мышкой. Всё, после взлёта я могу чуть-чуть уменьшить тягу. Начнём триммировать самолёт. Триммер поднимая вверх. Для чего я это делаю? Чтобы штурвал переместить в центральное положение. Смотрите, я сейчас отримировал самолёт, передвинул мышку на центр. Я отключаю это управление. И видите, смотри, что у меня летит. Как работает триммирование. Триммер сейчас опускаю вниз. Видите, нос самолёта начинает опускаться вниз. Триммер поднимая вверх. У нас самолёт начинает подниматься вверх. Перед включением автопилота, в самолёте пилоты отпускают штурвал. И только после этого включают сам автопилот. Так как если его не отпустить, то самолёт будет думать, что вы хотите им дальше управлять. И будет отключать автопилот. Если дальше штурвал отклонять, то сработает сигнализация об отключении автопилота. Соответственно, перед тем, как его включать, эту мышку нужно перейти как можно ближе к центру. Либо же просто отпустить джойстик. Вот я поставил мышку по центру и теперь могу включить автопилот. Всё, после того, как вы включили автопилот, отключите этот крестик. Я нажимаю О и я его отключил. Всё, теперь я могу спокойно куда-нибудь нажимать кнопки в кабине и спокойно работать с самолётом. А сейчас мы с вами как бы будем выполнять посадку в этом же аэропорту. Ну, смотрите, например, я хочу отключить автопилот прямо сейчас. Поэтому я включаю этот крестик, вот нажатием кнопки О, которую я назначил. Автопилот отключился. Ставлю себе удобную камеру и начинаю вон идти на полосу, которая у нас прямо впереди. Спокойно, планами, движениями. Но самолёты из выпуска закрытков начинают тянуть вверх. И поэтому я начинаю тримировать, то есть опуская триммер вниз, чтобы мышку вот эту саму держать ближе к центру квадратика. Пока что автотротл можно оставить, он вам поможет. Я чуть триммирую, триммер поднимаю вверх. Вот я стабилизировал самолёт и могу отключить это управление, например, что-то сейчас делать в кабине. Вот очень плавное движение я делал. Вам даже может показаться там на видео, что я вообще мышку почти не двигаю. И примерно на таком расстоянии вам советую отключать автопилот или же отключать его после того, как прозвучит минимум. А автотротл можно отключать вот уже тут, чтобы вы смогли понять и быстро привыкнуть к управлению рутами. Теперь быстренько расскажу про то, как включается реверс. После того, как самолёт коснулся полосы, можно включать реверс. По умолчанию в X-Plan 11 это сочетание клавиш Shift плюс слэш. После нажатия у вас активируется реверс, но также нужно увеличить саму мощность реверса, зажав ту клавишу, которая у вас двигает руды вперёд, то есть умолчание в 2. Про то, как выполнять посадку, у меня есть отдельное видео. Но сегодня я попробую сделать так. То есть на 30 футах уменьшаю тянку, зажимая F1 и плавненько опускаю мышку вниз, чтобы чуть-чуть поднять нос самолёта для выравнивания. Чем ближе вы подходите к полосе, тем меньше и плавнее нужно делать движение. Плавненько тяну на себя, уменьшаю тягу. Жду, жду, жду. Подъёмная сила со временем падает и самолёт касается ПП. Я включаю реверс нажатием Shift плюс слэш и увеличиваю мощность реверса, зажав F2. Все от узлов, реверс выключаем, выполняем сами торможения, то есть зажимаем B. Видели, мы нажали B, у нас автобрейки отключились. Получился небольшой перелёт, я не спорю. Но в принципе неплохо, всё равно в посадочную зону сели. Окей, вы можете сказать, что погода она простая, хорошая, там карта сядет. Но давайте теперь потренируем посадку в такую погоду. Здесь я на самом деле советую включить уже автотрот, чтобы он поддерживал скорость. Ветер у нас, как вы можете видеть, 15 узлов. В такую погоду надо уже просто понять, с каким клоном вас носит ветер. Я попробую вот сейчас отключить автотрот, потому что я хочу немножко сам поправить самолётом, снизить тягу, чтобы самолёт сам приступил к более интенсивному снижению. А я уже пробовал в такую погоду садиться, сложно, понятное дело. Можно всё-таки, можно, можно посадить. Главное всё равно, сильное движение мышкой и штурвалом не делать. О, вот это погодка. И тем более, тем более спокойно лететь. Вообще спокойно. Вы не сядете и уйдёте на второй круг. В принципе, ничего страшного нет. Уменьшаю тягу. Сели. Включаем реверс. Штурвал напротив ветра. Убираем тягу, выключаем реверс. И выключаем автобрейки, то есть просто можно нажать «Б». После посадки мы просто отключаем эту мышку, этот крестик и всё. Что ж, подойдём к нескольку итогов из видео. Всегда плавно и спокойно управляйтесь самолётом. Делайте меньше ненужных движений мышкой. Также попробуйте настроить под себя удобное управление, клавиши и подберите лучшую чувствительность мыши, чтобы было проще пилотировать. И вроде как, теперь этот гайд может подойти и к эксплейну 12. Потому что тот же Флавий Зло там работает. Но у кого есть возможность, те могут проверить. Но видео подошло к концу. Надеюсь, оно многим было полезным. Ну а мы встретимся с вами в следующих видео. Так что до новых встреч. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok